всех приветствую мои родные любимые сердцем дорогие веганы христолюбчики продолжаем с вами читать комментарии под моими роликами посвященный тему веганство ну как я их назвал веган по библии или по сердцу такой вот комментарий большой к ответам на вопросы номер 50 паул фрост ты написал пишите ваши комментарии задавайте вопросы делитесь эмоциями от услышанного всегда с радостью читаю ваши комментарии и тут же обзываешь людей бесноватыми дьяволами убийцами зомби фанатиками и тому подобное кто ты после этого я тот кто я есть кто ты такой чтобы судить и обличать не знаю ничего о людях уж лучше бы ты мясо ел ничего не лучше вот это вот православная глупость что типа кого хочешь ешь только мясо не ешь это чушь собачья не то что входит в уста но вообще вырывают неизвестно вообще откуда не то что входит в уста сверняет человек но то что выходит из уста скверняет человека матфея 15 11 кратко говорю иисус когда говорил это к из контекста не вырывайте речь шла а якобы чистых и нечистых придуманных мы и 7 животных придуманных мы 7 чистых и нечистых все что бог сотворил благо только это благо дано нам для радости а не для убийства ради похоти чрева вот и все и когда шла разговор о том там все речь причем шла даже не о том что вкушать а как речь шла о неумытых руках вы безумцы вы вообще ничего не понимаете речь шла о неумытых руках иисус сказал о том что я ем непомытыми руками горит это для меня не причем там никто до сих пор уже не может понять по крайней мере в тех евангелий которые до нас дошли что на самом деле там имелось ввиду придуманная как всегда фарисейской религиозное омытие рук или вообще обычное омовение как люди приходят домой кто моет руки кто не моет кто с мылом кто без мыла речь вообще шло не о пище не о пище тем более о том чтобы убивать живые души пожирать их не трупы у вас пока это в голове на место не встанет вы так и будете тупицами судить будут не за то что съел судить будет за то что ты творил и ты чтобы сожрать труп лишил живое существо жизни и вот и ты будешь осужден а вот за слова судишься за слова оправдаешься ты оскорбляй людей которые есть образ божий что себе что себе готовишь я никого не оскорбляю я называю вещи своими именами если вы творите зло вы грешники убиваете животных и пожрать их трупы вы как иисус был безумцы слушайте мало ли как там перевели в евангелии безумец глупец но современное слово есть идиот тупой тупица без мозгов одни и те же слова иисус скал безумцы безумные слепые никодиму горит ты учитель израилев этого не понимаешь еще и и могу до бесконечности приводить эти места писания где иисус много чокому чуток не говорил желающим току убить и он где то вы дети дьявол и ваш отец дьявол петру горит отойди от меня сатана когда тот его совращается истинного пути еще нужны примеры потрудитесь сами посмотрите в евангелии поэтому никого не оскорбляя если вы убиваете вы убийцы убийц нету ни мозгов чтобы понять это не сердце чтобы это почувствовать что еще вам надо если ты не знаешь этого то какой же ты свет и отошел ты не от православия отвернулся от христианства значит от христа значит и любви в тебе нет значит если я от православной секты отошел хотя сколько я не пытался в него войти все мое нутро сопротивлялся в концовке я послушался своего чистого и светлого нутра и эту блеводскую секту просто вызвать выбрала из себя сколько не пытался в себя засунуть от христианства и от христа тем более только не вашего православного христа и не католического не протестантского и неважно кто переводил эти тексты я естественно отрекаюсь в том случае где там что-то неправильно вот и все отца от самого бога и даже являвшись воплоти я никогда не отрекался ты на меня клевещешь значит и любви ну понятно если ты говоришь во мне любви побольше чем вас я в отличие от вас никого не убивают даже защищают тех кто нуждается а вот вы делаете зло обратное тому что творю я добро что ты говоришь что нам известно что иисус ел тогда ты сам во тьме бродишь иисус не только говорил где лучше по-твоему убивать живые души рыбу были больших количествах где иисус говорил убивать рыбу где ты клеветник и твой отец дьявол потому что ты сам убийца и ты готов иисуса сделать соучастником своего зла ни в одном месте иисус не говорил убивать даже рыбу нигде он не говорил ее убивать где он сказал закиньте сети а потом сказал оставьте их будете теперь ловить человека во что в небесное царство любовью они убийствами вы настолько без мозгов что вы не способны это просто понятие услышите я буду говорить вам всегда это прямым текстом не хотите не слушайте меня кому вы знаете кому неприятно меня слушать кто обличается кто вышел из тьмы ему отрадны мои слова даже вот такие вот жесткие потому что они несут правду вы проповедники тьмы вы готовы все с дерьмом смешать все самое светлое самое доброе даже бога пришедшего во плоти иисус никогда никому не повелевал убивать рыбу даже где он кормил народы уже убитый ими зажаренные принесенной рыбой он ее не убивал и не говорил ее убивать когда он иисус сказал поймали рыбу и достанью сатир он не сказал убей зажарь и съешь ее он сказал поймай рыбу у нее достанешь что он для этого и из рыбы достал монетку чтобы пётр не шел ее продавать на рынок а достал из нее а трудом на эту монетку добыл вот именно то что он умел он был рыбак он больше ничего делать не умел вот и все что сделал пётр поэтому иисус его послал поймать рыбку и у во рту этой рыбки оказалась монетка и он от должен был отпустить эту рыбку и то что все под подмазали иисус из иисуса сделали самого сатану убивающего свое собственное создание вы просто дьяволы вы ангелы тьмы вестники ада проповедники люцифера вы ничего доброго не несете в этот мир вы защищаете постоянно тьму вы сами тьма и эту тьму пытаетесь сделать светом у вас ничего не выйдет посмотрите что он пишет иисус не только говорил где лучше по-твоему убивать живые души рыбу больших количествах человеку обвиняет бога в прямом убийстве это конченый идиот у меня нет слов о таких людях других я не могу подобрать другие слова ты ниже не выше евангелия вашего православного я выше да она гласит они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда и взял ел перед ними что он взял вчитайся в те слова которые ты сам цитируешь свои секты приведенные ему подали рыбу на выбор грубо говоря у него был выбор что взять где здесь написано что он ел рыбу ему подали мед и рыбу а хлеба не было в любом доме в древности как и в современном есть хлеб там могло бы все что угодно еще нож как минимум нам описано рыба и мед где написано он взял рыбу и ел пред ними он взял и ел счет и взял что взял рыбу они взял сотовый мед ты не можешь этого доказать и твое черное изуродованное сердце естественно все притягивают к тому чтобы сделать из бога сатану вот и все а такой светлый как я говорит что он взял мед если это тебе не доказательству как тебе еще доказывать конечно нет ты убийца я нет вот и все доказательства ты тьма я свет ты зло я добро мне ничего доказывать не надо ваши дела вас говорят вы берете и перерезайте глотки живым чувствующим плачущим страдающим существом это вам какие еще надо тупицам доказательства чтобы вы поняли что вы злодеи я не знаю ваши дела зло и вам до лампочки вообще до лампочки а еще в деянии глава 10 опять про этого петра которому заколи ешь но я уже на это отвечал кто хочет найдет мои ответы в предыдущем петру было видение такому же убийцы и такому же недалекому на самом деле просвещенному человеку это было видение и плюс он ему говорил в оконцовке не написано что петр введение кого-то заколол и ел он три раза артачился это было духовное видение чтобы он понял то же самое применил к людям потому что они что животных поделили на чистый нечистый что людей поделили на чистых нечистых если бы ты был с мозгами ты бы понял что бог в одном видении дает петру сразу все понять что нет никаких нечистых животных нет никаких нечистых людей и что есть из людей это грешники и праведники вот и грешник просто вот это вот ахинею несешь ты выше чем тот кто взывал с небес петру это вообще к чему я еще раз сказал это было видение способной который петр был увидеть петр был недалеким в плане святости а еще христос учил учеников где приготовить пасху пасха это праздник пасха это не баран пасха песах это праздник называется переход из смерти в жизнь все приготовиться к празднику и почему-то нам все время показано что иисус вместо барашка преломляет им хлеб если он это делал на последнем начнут и ужине на прощальном делал это всегда значит уже никакого там барана не было иисус бог пришедшего плоти и сама любовь явившаяся чтобы давать дать пример образец жизни не будет убивать свое собственное творение вы просто недоумки если вы об этом проповедуете они приготовили пасху праздник праздник перехода где нам приготовить пасху пасха это не баран которого зарезали обратитесь к этому завету пасха это праздник это что моисей придумал зарезать как он это всегда делал очередное животное кровью там все вымазывать то иисус бог пришедший во плоти не нуждается ни в каких жертвоприношениях он не нуждаются не в чьих слезах и страданиях чтобы якобы кому-то было хорошо то есть заколоть жертву не ягнется но ты просто недалекий человек я тебе объясняю без ума и сердца не собачку палку ударить а вполне жестко горло перерезать этот человек учит меня жизни этот человек который проповедует жестко перерезать гу горло беззащитному животному который вообще не способен даже при желании причинить человеку вред у него нет ничего чтобы могло даже даже победить человека даже без оружия взрослый мужик может барану даже голову открутить просто голыми руками и этот человек учащие меня здесь публично в комментариях перерезать жестко горло барану еще мне говорит что я я негодяй а он хороший это он хороший это он проповедник света он несет вам добро и любовь если все так будут делать мир будет прекрасным мир по горло тогда утонет просто в крови и в вашей блевотели но начиналось то убийство с того что авель также принес от первородного авель такой же негодяй как его родители адам севы которые убили первое живое существо это вы сделали их праведниками они никакие не праведники они грешники и презрел господь на авеля это вам люди написали что господь там на кого-то презрел господь не презирает на зло бог любовь у человека в одном слове любовь совмещается но это лишь слово пустое почему я вам уже много раз говорил когда вы слышите проповеди любви вы послушайте о делах которых о делах любви которым призывать вам все станет ясно любовью прикрываются слова эти песни поют соловьиный бог любовь очень многие абсолютно и дела на их жизнь и на их проповедь дел любви потом в частности вам все станет ясно посмотреть как живет этот человек узнайте и послушайте побольше каким делам любви он призывать вам все станет ясно вполне принял желанную жертву авеля это бог желал где-то написано что бог попросил авеля убить животное где это было какая желанная жертва какую ахинею ты несешь которые были души живые в скобках с моих слов а разве не написано в первой главе что бог в один день с человеком из такой же плоти и крови из земли сделал точно таких же животных как и человек и сказал что это души живые заботься и пекись о них это дима сказал разве не в твоей же библии это написано и не принял корешки и вершки от каина с чего бы это ну да с того что бог твой бог сатана и ты такой же а еще ты не поверишь бог послал сына единородного да да это только вы протестанты идиоты в это верите иисус говорил образными словами образными никакому нормальному человеку которому причинил вред сосед и убил его дочку не отдаст убить его сына что простить его за убийство его дочери вы просто идиоты вы просто не понимаете слов иисуса просто просто вы настолько глупые и тупые что вы просто не способны а это потому с вами происходит на что у вас нету сердца и еще интернет это не твоя квартира нет это моя квартира интернет нет а вот на youtube канал да а а вполне себе общественная площадка интернет вообще в принципе электрические импульсы бегущие по проводам если ты не в курсе это не моя площадка да то есть улица что улица провода на столбе да это улица как и по той улице по которой они пробегают в своей квартире ты можешь например гомосячить потихоньку раз женщина тебя не интересует а ну ты у нас наверное известный натурал не весь себя миру ты у вас даже фотографии нету или дерьмо ложками есть наверно хотел если у тебя хобби это твои проблемы меня еще укоряют что я их обзываю хотя не обзываю называю вещь своими именами человек который убивает беззащитное живое существо это тупой бессердечный человек это не потому что это обзывание это констатация констатация факта я сам таким был я раскаялся я изменился и поменял свою жизнь противоположную и 7 теперь говорю дело то же самое теперь я не такой это не обзывание это описание определение состояния человека когда иисуса хотели убить он сказал вы дети дьявола потому что вы ищете делать зло убить человека какое еще именование хуже тупицы идиота и бессердечного может быть пожалуйста дьявол или сатана иисус петра называет своего ученика самого горячего это тайги от меня сатана когда тот ему был соблазн когда меня обличают в агрессии я точно также не принимаю потому что я вам говорю посмотрите на евангелие если люди перестанут говорить правду иисус сказал если соль перестанет быть солью а свет светом все померкнет и все сгниет но когда ты своей фекалии на улицу выбрасываешь из окошка на головы а на подоконнике глину мессишь и людей кроешь почем зря тут уже не твоя личная жизнь а нарушение установленных правил что чревато ну да ты мне по угрожай ты говоришь что ты свете и вещаешь истину только вот и он был пост на свидетельствовать явно не одими кузнецове таким себя возомнил цитата из великого кладези знаний димона воронежского отвечает на сей вопрос со мной можно говорить если вы готовы слушать мою истину она не о чем и нам не о чем общаться если начинаете меня убеждать если ты начинаешь меня во зло тянуть во тьму естественно я тебе говорю отойди от меня стана иисус горел отсекитесь и пусть тебе это будет как язычник и мытарь покайтесь мне бесноватые убийцы из тьмы ибо я свет не хочу с вами общаться да здоровье тебе и завязывай ты на этой этот настой грибной употреблять ну что ж вот такие люди мне пишут что вам сказать знаете получается дима плохой то есть дима вытаскивает людей из тьмы говорит не делайте этого не делайте этого не участвуйте в сектах во всех этих бред них их них не распространяйте эту заразу по всему миру не убивайте животных помогайте людям делает сборы пытается что-то организовать какие-то вот именно нуждающие с тем кто может помочь заступается за слабых то есть дима тьма а вот они свет который проповедует убийство вообще беззащитного существа просто которая плачет которая хочет жить которая мучается боится смерти это они значит хорошенькие а кузнецов воронежский димон плохой ну что ж идите туда куда идете вам там будет не очень хорошо это ежу понятно но вы сами туда идете скатертью дорожка валерий христовеган матюхин 90 псалмом что-то я задумался почему сатана искушая иисуса христа не предложила ему превратить камень в бульончик из тушеного ягненочка или курочки в крайнем случае рыбки ведь так выходить из голодания несомненно лучше чем кушая хлеб который после 40 сухих дней смертельно опасен полностью с валерой согласен правда чего бы не куриный бульончик то с голодухи то хлеб грызть то не очень наверно сухари поперек горла станут на все это вы знаете кто в этой высшей евангелии я выше если евангелие дать правильное определение что это благая радостная весть они когда приходившим боге воплоти и давшим людям идеальный пример святой жизни то этого евангелия я не могу быть выше она просто есть это истина я просто его проповедую но то извращенное евангелие которые преподают вот такие вот сатанисты ангелы тьмы который автором который был предыдущего комментария принадлежащий скорее всего одной из какой-то сект православной католической протестантской или вообще непонятно какой конечно я выше такого евангелия потому что ты тьма а я свет мои дела говорят моя жизнь говорит за мое учение а учение это не мое хотите узнать его как иисус говорил узнаете от бога ли она если вы не можете добро от зла отличить правой руки от левого куда вы рыпаетесь вообще сидите там тихонечко в своем аду и жаритесь к плейлисту анонс кролику анонс плейлиста пост дима ведь живи радуйся дима ведь во всех вероисповеданиях пожирают животных и что и что во всех вероисповеданиях пастыри лгут обманывают крадут насилуют убивают таких случаев миллион и что если католические сведе священники полным полно уже там случаев раскрыто насиловали детей педофилии занимались и что это стало добром или что если те же самые во всех вероисповеданиях перерезают глотки людей крестовые войны вели во имя бога перерезали людям глотки это что стало истиной что это разве свидетельство истины да хоть 99 процентов идиотов будет творить зло разве ты человек просветленный должен встать на сторону тьмы я вообще такого не понимаю что это за позиция во всех версиях какая вам разница на все эти вероисповедания вы то кто-то вы есть это вокруг кого вы живете жалуемся мы всю жизнь на отсутствие любви в нашей жизни вам до лампочки какого всяких вероисповедания салон творит зло вы спрашивать почему ты меня обидел почему-то сделал мне зло почему-то меня обокрал избил искалечил изнасиловал убил предал подставил вам без разницы какого вероисповедания понятие добра и зла но в самом человеке вопрос хочет он ему открыться или нет или он хочет закоснивать во зле хочется закоснивать во зле будет проходить печальную школу жизни и она не сделает человек счастливым мы лишь этому злу радуюсь и живем в нем просто до той постой простой причине потому что бог так положил в школу жизни что до некого самоопределение момента под названием смерть 1 2 3 неважно сколько раз человеку дается шанс покаяться на этой жизни на этой земле в разных жизнях но вы вкусите то что вы творите и как иисус говорил будет разделение будет разделение где хороший будет хорошим а плохих плохим когда вы с таким же говном как и вы в одно место попадете вам сразу все станет тесно когда к собственной шкурке все прилепится ой как все вы поймете но тогда уже будет поздно придется пройти второгодие уже с такими же конченными идиотами вот тогда вы заводите волков тогда то как господь сказал когда отдашь до последнего кондранта копейки тогда и может быть выйдешь оттуда но настоящее покаяние невозможно без сотворение плодов соответствующего когда ты все это вкусишь потом изменишься потом на себе понесешь крест может оттуда просто так не выходит не выходит ты вкусишь все по полной программе когда ты будешь вот так потом светить в том этапе тьмы в которой ты попадешь а тебя будут гнобить как вот меня здесь гнобят вот тогда ты все это дерьмо сам ложкой и почерпаешь тогда тебе все станет ясно я пишу и что я должен радоваться этому убивать вместе с ними и назвать горькой сладким вы знаете меня не знаю какие иногда что ответить человеку которые левые руки от правы не отличает я честно когда уже теряюсь некая ан-петроси петросян петросян наверное кролику охота зло пишет настоящая религия не извращенной людьми никогда не будет оправдывать убийство животных вот и пас и проповедовать что человек вершина всего и животные созданы для того чтобы мы их использовали своих целях какой абсурд и эгоизм поэтому я перестала быть религиозной потому что человек извратил в религию настолько что просто тошно вот человеку тошно как и мне нере ничь нередко употребляю это слово кто знает блеотина тошниловка действительно хочется просто блевать от этих всех религий религия просто на самом деле это любовь и добро я согласен только они почему-то любовь и добро вызовут что я перерезаю это так любвеобильное это так светло и добро когда кто-то страдает и плачет это просто люди у которых просто вместо сердца остался камень и люди переписали все в пользу эгоизма это я согласен я веган считаю истинный бог никогда не стал бы создавать живые существа для того чтобы мы их убивали ели носили на себе делали рабами что это за бог тогда это не бог придумал а эгоистичные люди аминь и самое печальное что почти все религии оправдывают это да это действительно хочется плакать хочется просто не знаешь что головой биться уже об стену но они ничего не поймут это единицы понимать его бьешься как как рыба об лед как говорят и проповедуют превосходство людьми над всеми живым да никогда мне говорят что животные созданы для нашего использования мне хочется извиняюсь послать подальше таких умников да не хочется их и над посылать поражает эгоизм равнодушие большинства согласен спасибо вам за то что показываете какой на самом деле должна быть настоящая религия настоящий бог я написал что подписываюсь под каждым словом кому я показываю хочется вместе с пророками вопиять и плакать господи кому открылась мышца господня сила божья в любви которые кому она нужна кому она открылась кому нужна истина никто не ищет своего каждый смотрит на свою наживу конечно хочется куда-нибудь как это как мышка в норку забраться вообще плюнуть на все жене боков к ролику бог если любовь ли о вечной муки водой начертания зверя простите но очень многие много не состыковывать ведь в библии приносились жертву животные горлицы барашки это ведь тоже негуманно тогда выходит однако мы читаем святое писание вы не вы читаете никакой не святое писание на библии написано слово греческое ну когда-нибудь удосушитесь найдите его перевод это переводится как книги книги на ней не написаны ни слова божьи не священное писание книги просто книги написано и что дальше написано кем-то написано когда-то тысячи раз переписаны переведенной любой перевод это толкование еще и свое толкование добавит на свой перевод какое-то священное писание бумажки обычные обычные бумажки которые кто как хочет так и извращает как хочет скрывает переписывает что хочет делает я хочу ответить чтящие зло будут возле со злом все у меня что еще ответить такому человеку так вот так приблизим что видно было вам тоже что читать а как крутить дмитрий наткин в контакте он не писал дмитрий когда одной и той же информации слишком много она начинает вызывать отвращение до какой бы острый она не была и человек начинает ей противиться и противостоять это он начал мне писать когда у меня вся стена в контакте в одноклассниках но это частность нас контакте с ним переписка была где я могу я везде делаю посты по поводу истины не важно проповедь это любви к животным к человеку до проповедь бессмертия свободы я везде все заваливать стараюсь по возможности желанию своему не во всех соцсетях я дружу там это инстаграме понапридумали уже куча всего и просто везде с ума сходишь находиться я пишу дмитрий когда ты на стороне зла и тьмы конечно тебе будет отвратительно пока есть лишь как все изменится он не пишет дмитрий ты ставишь животное выше человека я не ставлю животное выше человека животное равно человеку она из такой же крови и плоти она точно так же страдает ты никакого права не имеешь на то чтобы причинять ему боль страданий и забирать его жизнь я надеюсь все понятно я не конкретно про эти твои посты говорю я же с тобой общался в личке моя позиция в следующем мы все не застрахованы от военного бремени и такой голод какой был в той же киево времена оккупации или в блокадном ленинграде когда люди просто дохли целыми партиями превращались высохшую кожу ру и подбирали на улице бросали телегу затем сбрасывали ямы закапывали мы от такого не застрахованы если передо мной будет выбор для сохранить корове жизнь и допустить смерть людей или убить корову и накормить 20 мущихся от головы живых людей я выберу второй вариант животные даны нам люди мы не должны их уничтожать ради мехов ради своего брюха ради деликатесов но если действительно требуется ради спасения то колебаний быть не должно я дмитрий тебе говорю ты не дорос до истины вы поймите есть вектор направления ты идешь либо в небесное царство либо катишься в ад ты вот катишься в ад объясняю почему одна корова у вас есть хорошо вы протянули два дня коровы кончились кончились свиньи кончились голуби кончились крысы до чего вы докатитесь ты вы очень любите эти сказки про оккупационный ленинград блокадный ленинград киев там и так далее а вы библию так любите жена а вы помните о оккупированный и блокадный иерусалим и там жрали неоднократно и во второе разорение и в в неоднократное ветхом завете описаны там жрали своих детей и друг друга вы до этого докатить докатитесь в чем твоя в чем разница твоей логики просто потому что написал в концовке ты сам обличаешь сам себя своими словами просто корова ниже людей я уже ответил на предыдущий комментарий я не ставлю их выше но они и не ниже кто тебе дал право поставить их ниже где тебе написано что они даны тебе в пищу как ты сам все вроде бы не вроде бы в мирное время не в чрево а военное да где это было написано разве военное времени люди до этого докатились безумие разве животные виноваты в том что один безумный тупой человек воюет с другим тупым человек вообще она тут причем иди решай проблему с этим человеком хочешь иди на штыки бросайся из ты хочешь его таким образом вразумить хочешь тогда сиди пока хочешь отдайся ему в рабство иру хочешь попытайся стать его господином хочешь попытайся выйти мирно грудь свою подставив но застрелит если он абсолютно конченый человек да может для этого разуме причем тут животное почему ради твоей жизни тут кто-то должен лишаться жизни только потому что вы вырвали им души все нет другого ответа и поток потому что вы любите эту плотскую жизнь вот и все только поэтому вы готовы ради этой временной жизни сожрать любого вы потом начнете сжать эти 20 человек по одному именно так и будет не надо мне говорить что так не будет и сам не написал ты же от этого не застрахован такие как вы не застрахованы я застрахован знаете кем любовью я богом застрахован мне будет манна с небес сыпаться потому что я верю и никогда не переступлю черту зла даже ради своего временного блага в отличие от вас я им пишу я чего-то может плохо осведомлен где сегодня голод в киеве и вот эти просто фразы вообще зачем мне это писать у меня стена завален и я пишу где сегодня голод в киеве где в ленинграде ты бредишь или как я когда на своей страничке размещаю посты о том что сегодня когда у нас завалены просто супермаркеты не просто здоровый цель на плодной пищи овощи фрукты каши орехи грибы чего только нету завалом всякой экзотики с разных стран и концов вселенной сегодня где-то голод в киеве или в ленинграде зачем ты мне вообще пишешь это в личку если на моей странице призывы в мирное время прекратить спешизм и нацизм в отношении беззащитных слабых животных которых мы должны как и любого слабого защищай не то что убивать первое конечно не делать зла и потом еще и стать на защиту в мире лежащим возле к чему мне вот эти вот писюльки в личке рю многие набиваются мне в друзья ли считают что я с ними буду тоже так говорить а как мне вам еще донести вот правду вы сначала обижаетесь мы потом будем братьями если ты примешь истину я сам тебя расцелую это я свои слова не возьму обратно благодаря моим словам возможно ты покаешься ты мне потом будешь спасибо говорить за эти мои слова если ты познаешь истину а как я еще должен говорить зачем мне писать эту в личку мне обижаются пишут и что несешь потому что сейчас ты несешь бред нет никакого голода мало ли какой голод какой голы где голод я им пишу какое отношение моя страница заваленная проповедью не творение зла и творением добра пусть даже в отношении животных людей я естественно все это проповеду какое отношение это имеет к сегодняшнему дню это просто бла-бла-бла это я раз уж зашло дело на это бла-бла-бла ты во-первых это никакого отношения к проповеди в мирное время она должна быть именно такой как это делаю я и подаю всем пример а второе раз уже зашло я сказал про голод настоящий человек познавший истину что он бессмертен что он даже перед лицом смерти должен оставаться в добре потому что он верит в бессмертие потому что он знает ваш он живет его дела подтвердят это потому что в оконцовке вы сожрете друг друга и не говорите мне что это не так потому что вектор твоего мышления такой ты лишь не хочешь об этом дальше писать или ты будешь говорить что ну ты этого не сделаешь а те 20 который к при которых на глазах которых ты зарежешь живое существо завтра зарежут тебя ты подашим хороший пример жизнь ничего не стоит крик ни о чем не не говорит слезы мне чихать на них вопли они не до лампочки вот что скажут твои палачи которых ты вчера кормил убитым трупом убитой коровы люди каждый день убивают ради похоти чрева очей городе житейской так что оставь ты это тебе это ничуть не красит наоборот уродует свети а не провозглашай тьму дмитрий я тебе но он тоже дмитрий 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 просто переписку читаем я тебе об этом и писал выше прочти внимательно я же написал что сейчас до убивает ради похоти но если будет голодное время я пергрю ты мне пишешь ты не сел и говорит что то что я много нас еще началась переписка обратите внимание он не сейчас говорит что кто информацию в мирное время вот именно что убивает ради похоти чрева при заваленных супермаркетах здоровой божественной пищи богов плавненько он слазит на блокадный ленинград там забывает с чего начинал начинал ты нас того что тебя напрягает тебя стал отвращать потому что сам такой тебя начала отвращать та информация которую я проповедую а потому что сам такой ты на стороне тьмы но если будет голодное время причем голодное время ты мне не начал что сейчас голодное время ты свою переписку мечта еще сейчас голодное время а ты вот такие посты и что типа нельзя этого делать люди умирают сейчас не голодное время я сейчас проповедую то есть люди вот знаете слазит соскакивают как эти с крючка причем сами же лезут на рожон я вам говорил не трогайте меня если вы хотя бы не способны стать светом хотя бы не выпячивайте свою тьму я буду это уродство разобличать и разбивать в пух и прах сидите тогда тихо и мирно не надо затыкать мне рот если такие как я потухнут кто будет светить вы чем вы светите я заходил на страницу дмитрия бла 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 иисус твое спасение но если будет голодное время она непременно будет если читай евангелие то должен знать то я также написал свой выбор между жизнью животного человека ну найдутся в твоем же этих окружений которые тебе перережут просто без всякой жалости глотку запомни ты мои слова как ты написал ты же читал евангелие будут убивать друг друга попомни мои слова за свой выбор ты и дашь отчет что пожнешь что пожнешь что посеешь я тебе уже ответил оставь свою тьму себе мне она даром не нужно я всем отвечаю одинаково в этих планах оставайтесь своей тьме мне все это от вас я уже говорил просто даром не нужен тот свет который вы называете светом для меня тьма оставьте его себе да ты свой да ты за свой за свой тоже я желаю тебе чтобы ты никогда не оказался перед сложным выбором это желать не желать нет его вообще право дело или бог распорядиться какое испытание мне послать в тебе есть человеколюбие он спрашивает или любовь животным вытеснил из тебя это чувство я вообще вот этого терпеть не могу какой человеколюбие в вашем понятии человеколюбие это потворство человеку в грехе иисус же именно этим занимался он именно для этого на землю пришел а ну да я забываю все ребенок пришел взять все грехи на себя какое человеколюбие чего я вам плохого сделал обличаю во зле вас все трясет только потому что я говорю вам правду потому что на моей странице те дела показаны которые вы делаете и вам это неприятно вы называете человеколюбием просто что сделать закрыть на это на всю глаза а в мире лежащем возле человеколюбие проявляется именно к призыву покаянию змей порождения и хитны кто внушил вам бежать от будущего гнева вот она человеколюбие не сахарные не растаете а ваше человеколюбие выгу горло режете каждый день беззащитному существу это вы люби любве обильный о чем вообще речь как какой вы правы имеете на весы вешать жизнь животного и ваше неудобно и неприятно комфорт дискомфортное отношение то что вам говорят о том что это зло хотя вы и сами вот именно это понимаете именно поэтому вам неприятно так откажись от этого и все станет нормальным и будем жить в любви и радости в небесном царствии все что вам надо делать оставить зло все ничего больше от вас не требуется представить это так просто от вас еще добра никакого никто вообще отказавшись от греха вы еще ничего доброго не сделали вы не вернулись только в первозданное райское состояние где вы должны были избирать между добром и злом причем в мире даже не лежащем возле вы хотя бы сами перестаньте делать от вас пока никто не требует хотя потом потребую конечно же и проповеди и защиты хотя бы отрекитесь и отрекшись вы еще ничего доброго не сделали вы только из болота вылезли подняли лицо свое а точнее морду из блевотины вы ничего еще доброго в этом мире не сделали то что вы в этот мир несли зло откажитесь от него во мнение человека люби а в вас много его любви конечно когда вы человека возвели животное опустили хотя она плачет страдает скорбит без своих детей без своих родителей вы считаете что можно их просто резать и убивать вам все это до лампочки но вы такие любвеобильные богу боже мой прям сейчас расплавлюсь тут от такой любви дмитрий я свой уже сделал как и ты свой я в отличие от тебя верю и в манну небесную человека любит и вовсе не совместное злодеяние творить с тобой зло это псевдо любой манна небесная он не пишет когда ты последний раз небо падала как манна небесная когда последний раз не падал я знаю только один случай из библии а за последние 2000 лет не знаю ни одного к сожалению хорошо бы если вы манны в голод питаться я пишу поверь да будет вам все относительно если ты убьешь меня ради себя то это абсолютное зло если я пойду на смерть ради тебя то это высшая мера любви вроде бы результат один и тот же передачами божьим получается две противоположности тут я уже вообще не пойму о чем речь причем тут и я выставку и животных начале ты мне пишут у меня много этого контента потом переходишь на голод которую не существует знаете все эти вот эти разглагольствования бла 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 о последних временах откровениях мы сегодня живем да об этом можно поговорить у тебя переписка со мной начиная с того что ты начинаешь меня укорять в том что у меня много контента обличающего зло а почему я говорю по переписке понятно потому что сам ему причастие если ты перед временной смертью так назовем и пошли в принципе не существует ты же ты же выше христиане вы такие святые вы ждете второго пришествия или встреча с иисусом после перехода вечную жизнь чего ты держишься за эту жизнь ты не веришь в это ни во что ты не веришь не веришь ни во что ты будешь резать глотку этой корове и на вас это бомба при блокадном ленинграде упадет и ты перед иисусом предстанешь с по уши руками головой и ногами в кровище убивающие животное живое существо которое будет вопиять и орать к богу за что ты его режешь ради жизни которая через секунду тебя все равно закончилась ты ни во что не веришь ни в бессмертие не в любовь твои дела показывают кто ты есть на самом деле ким удачный некий пишет не знаю насколько он там удачный но не хочешь тебе кушать мясо но и не кушай мне нравится мясо я его ем животных убиваю быстро и четко они даже не успевают понять что умерли как-то так мне хочется сказать тебе что ты вкусишь то что ты творишь и это вкушение будет тебе неприятным это же дмитрий натки но эти комментарии они не прям совсем а слушайте я уже вам пошел куда-то дальше да ну давайте все это я их назвал немножко по-другому это комментарий называется веган проповедь нормально получилось опять 50 минут и так вам достаточно такого агрессивного контента а контенте я даже сейчас не буду заканчивать мы поговорим в следующий раз следующий ролик будет называться веган проповедь просто или проповедь веганство любить любви к животным почитаем подобные комментарии вот которые мне допишут вот эти вот люди кстати таким удачно понятно все они уже давно в бане это я уже только один комментарий один и одну его личку по моему или комментарии где-то вырезал он такие мне писал вещи и вы считаете что таких людей должен гладить по головке считаете можете гладить по головке я не буду гладить их по головке я буду называть вещи своими именами всем я желаю покаяться перейти на сторону света перестать творить зло и начать делать добро в проповеди любви и истины своей жизнью прежде всего конечно же и словом и всевозможным его проявлением в этом мире в том числе новых цифровых технологий и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok